На телеканале НДС РБК новости смотрите в выпуске. Омская область в очередной раз рискует потерять часть налоговых отчислений. В федеральном центре обсуждается новый порядок распределения акцизов на алкоголь. Сейчас этот вид налогов примерно поровну делится между федеральным и региональным бюджетами. Однако Минфин готовит предложение, согласно которым все акцизные сборы сначала будут направляться в общий котел, а после от 40 до 50% возвращаться обратно в регион пропорционально количеству их жителей старше 18 лет, то есть потенциальных покупателей спиртного. По словам чиновников, смысл инициативы в том, чтобы мотивировать губернаторов заботиться о населении и продвигать культуру потребления спиртного. Поэтому в финансовом выигрыше окажутся не те регионы, где производят больше алкоголя и где много пьют, а где хорошая демографическая ситуация. На первый план выходит здоровое и долгоживущее население, а не количество ликероводочных заводов. Омск в этой ситуации может оказаться в проигрыше на территории региона, расположенном сразу несколько предприятий, производящих алкоголь. А вот с демографией не все благополучно. Хотя в 2016 году Омсстат впервые сообщил о том, что количество родившихся в Омске сравнялось с умершими. Однако позитивные изменения в демографии перечеркивают факт, что молодежь по-прежнему покидает город в поисках лучшей работы и более комфортной среды. Почти 70 аварий за три утренних часа. Дорожные инспекторы призвали о мечей не давить на газ. Из-за метель и гололеда ситуация на городских магистралях осложнилась. Для сравнения, накануне за весь день количество аварий не превысило 85. Сегодняшний марафон ДТП стартовал рано утром. Около шести на улице Кирова автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус с пассажирами в салоне. В результате погибла пассажирка легковой «семерки». Еще одна резонансная авария с участием скорой произошла у главпочтамта. Маршрутка не пропустила ни отложку, несмотря на включенный спецсигнал. А мост, известный в народе как «Горбатый», оказался заблокированным из-за столкновения иномарки с газовозом. В ГИБДД попросили о мечей снизить скорость до минимальной, при которой водитель может контролировать дорогу в пределах стометровой видимости. Омские дороги могут остаться без федерального финансирования, а значит и без обещанного масштабного ремонта. До 2025 года на восстановление магистрали планируется потратить около 18 миллиардов рублей. Правда, до того, как начать осваивать федеральные транши, городским чиновникам нужно выполнить ряд условий, причем в самое ближайшее время. Самое главное – это выполнение тех показателей, которые мы запланировали. То есть мы должны снизить места концентрации ДТП, мы должны привести 50% дорожной сети в нормативное состояние. Если мы не выполним эти показатели, то федеральный центр нам средств выделять не будет. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы выполнить все качественно. По словам специалистов, сегодня в городе более десятка опасных мест, где постоянно случаются ДТП, причем нередко с тяжелыми последствиями. Чиновникам на местах придется поторопиться. На партийной конференции «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство намерено ускорить процесс выделения средств регионам, и деньги могут пройти не осенью, как планировалось раньше, а уже в мае, чтобы за летний сезон транш был полностью освоен. Только в этом году на Омские дороги будет выделено общей сложности 2 миллиарда рублей. До 2019 года в Омске и прилегающих к нему территориях будет отремонтировано 400 километров дорог. По словам первого заместителя директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина, ситуация с дорогами в Омске нормализуется. Дальше будет только лучше. Хотелось бы, конечно, сказать, что вот той ситуацией, которая была, например, год назад, именно вот мы видим, эта программа на 25-го года, ну, однозначно, мы вот 16-й год, ну, 16-го года забудем, да, будем собирать как страшный сон, так сказать. Сегодня нормативам соответствует только 400 километров омских магистралей. Это 30% от всей протяженности областных дорог. Главная проблема – это, конечно же, Омск. Ситуация за 2016 год немного улучшилась, однако омичи по-прежнему вынуждены самостоятельно благоустраивать город. После зимних снегопадов на ночных омских улицах стали опять замечать дорожных феи и эльфов. Однако в полиции предупреждают – самодеятельность не приветствуется. Если у горожан есть претензии к качеству дорожного покрытия или к тому, как городские службы расчищают улицы от снега, обращайтесь в ГИБДД, там помогут. Как в городе вывозят снег? Омские студенты запечатлели на видео ударную работу городских коммунальщиков. Рабочие управления дорожного хозяйства и благоустройства лопатами выгружают снег из машины прямо на Любинский проспект. Необычное зрелище, как коммунальщики равномерно распределяют снег по городу, вызвало много комментариев в соцсетях. Ежедневно в мэрии рапортуют о рекордных объемах убранного с городских улиц снега. Накануне в администрации сообщили, что удалось повысить ежесуточные темпы работы до 8 тысяч кубометров. А с начала текущего зимнего сезона с территории города вывезено уже порядка 426 тысяч кубических метров снега. При этом, пользуясь решением мэра о выделении бесплатных талонов на специальные снежные полигоны, по данным чиновников, активизировались и частные предприниматели, которые должны самостоятельно расчищать от снега прилегающую к торговым точкам территорию. Судя по всему, даже слишком активизировались. Комментируя видео, в мэрии ответили, что владельцы магазинов на Любинском проспекте перестарались с уборкой снега, расчистив и клумбы с многолетними растениями, которые могут замерзнуть. Поэтому коммунальщикам пришлось исправлять оплошность и возвращать снег на прежнее место. Омские полицейские раскрыли кражу газовых котлов в микрорайоне Рябиновка. Представитель застройщика обратился в полицию с заявлением, что в одной из новостроек исчезли сразу три газовых котла общей стоимостью в 65 тысяч рублей. Как выяснилось, входные двери квартиры, с которых вынесли оборудование, были взломаны. По камерам видеонаблюдения оперативникам удалось определить виновных. К краже оказались причастны двое ранее судимых мужчин. Их содержали по месту жительства в Центральном округе. Дежурным следователям было установлено, что один из фигурантов три года назад работал в данной строительной фирме и знал о стоимости котлов. Предложил своему знакомому совершать хищение данных котлов и продать их, чтобы выручку поделить поровну. Данные газовые котлы имени были проданы за 12 тысяч рублей. В настоящее время данные котлы изъяты и возвращены представителю потерпевшего. При личном досмотре полицейские изъяли у подозреваемых отвертку и разводной ключ, использованные при краже. За преступление по уголовной статье, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, задержанным грозит заключение на срок до пяти лет. В городе зафиксирован ипотечный ажиотаж. Омский ипотечный портфель банков обновил исторический минимум. На 1 января общая сумма ипотечных кредитов в регионе перевалила отметку в 50 миллиардов рублей. По мнению специалистов, повышенный спрос на ипотеку объясняется прежде всего наличием господдержки, снижению ипотечных ставок и падению цены на квадратные метры. За 2016 год с помощью ипотеки свои жилищные условия смогли улучшить 11,5 тысяч амичей. Несмотря на растущие объемы ипотечного кредитования, эксперты отмечают спад на рынке недвижимости, прежде всего в новостройках. Правда, спрос по-прежнему не перекрывает предложения. Так, у крупнейшей компании «Стройбетон» накопилось нереализованных квартир почти на 2 миллиарда рублей. Переизбыток квадратных метров может обернуться массовым банкротством застройщиков, а вместе с этим увеличится количество амичей, так и не дождавшихся сдачи своих квартир. Впрочем, пока Омская область не попала в черный список регионов с массовым банкротством. Тем не менее, чтобы не пополнить армию обманутых дольщиков, эксперты областного минстроя уже призвали амичей быть внимательными и тщательно подходить к выбору компании-застройщика. От 15 до 240 миллиардов рублей во столько выльется федеральному бюджету выпуск продовольственных карт для малоимущих граждан. Минпромторг уже анонсировал начало реализации программы «Новая адресная помощь». Нуждающимся россиянам раздадут электронные карты на основе карты «Мир», куда будут причисляться баллы, которые в дальнейшем можно будет отменять на продукты и непродовольственные товары. Список возможных покупок, которые сегодня представили в федеральном ведомстве, внушительный, хотя имеется ряд ограничений. Прежде всего, это продукты, скоро портящиеся, свежие фрукты и овощи, мясо, молоко. Главное, никакого импорта, только отечественный производитель. И, конечно же, полное отсутствие вредных для здоровья товаров, например, сигарет или алкоголя. Кроме того, список расширили специально для жителей села и тех, кто имеет дачные участки. По карте можно будет купить саженцы, семена или корма для сельскохозяйственных животных. Запустить программу адресной помощи Минпромторге намерено уже в этом году. Омск вновь оказался в центре внимания федеральных СМИ. На этот раз благодарить нужно депутатов городского совета, которые стали поводом для шуток ведущего шоу «Вечерний Ургант». Причиной послужила излишняя семейственность некоторых омских депутатов, которые даже на работе не желали расставаться со своей семьей и поэтому нанимали в депутатских помощников жен, детей и даже бабушек. Как, например, депутат-коммунист Михайленко, очень возмущенный требованиями прокуратуры не путать горсовет с семейным подрядом. Это решение ставит на грань исчезновение популяции омских депутатов. Потому что они, в отличие от других депутатов, знамениты тем, что они не могут жить без своих близких. Вот почему они нанимают помощниками своих близких. Чтобы спасти исчезающий вид омских политиков, шоумен даже разместил на своем ноутбуке фото депутатов-неразлучников, которые, кстати, влетели в омскому бюджету в копеечку. Ежемесячный депутат имеет право тратить на зарплату своих помощников порядка 40 тысяч рублей. Как выяснилось, для того, как по требованию прокуратуры мэр запретил в горсовете родственные связи, 10 из 37 депутатов предпочитали работать с родственниками. А мечам придется долго ждать тепла. Весна будет затяжной. Такой прогноз делала обитательница Большереченского зоопарка. Его сотрудники предложили обезьяне лучше сделать выбор в пользу одной из двух коробок со сладостями. В итоге была выбрана упаковка с печеньем с надписью «Поздняя весна». Что касается официальных прогнозов, метеорологи не рискуют строить долгосрочные прогнозы, поскольку нынешняя зима побила все рекорды аномальностей. Февраль не стал исключением. Уже сегодня ночью в Омске ожидают 30-ти градусные морозы. Повышение температуры обещают не ранней середины месяца. Бюджет с ограниченными возможностями или почему заслуги перед регионом теперь не стоят ни рубля. Журналисты газеты «Ваша Риол» побеседовали с министром труда и социального развития Владимиром Куприяновым и узнали, по каким причинам ветеранам Омской области порезали льготы. Вызакопоставленный чиновник рассказал, эта мера поддержки оказывается скорее по желанию регионов, чем по принуждению. Федеральное казнание выделяет средства на подобные выплаты. Субъект делает это за свой счет. А как известно, финансовое состояние Омской области довольно неутешительное. Льготу ветеранам решено сделать адресной, то есть выплачивать ее стали тем, кто в этом крайне нуждается. Планка установлена на уровне 14 400 рублей. Если пенсия ветерана находится на этом уровне и выше, считается, что он обеспеченный в дополнительных 500 рублях не нуждается. Таким образом, льгот лишились 16 тысяч человек. Какие виды поддержки тоже станут адресными и как к этому относятся сами адресанты, читайте в газете «Ваш Ореол». Кредитная перезагрузка газеты «Омская правда» выяснила, стоит ли одни займы покрывать другими. Когда долгов много, становиться банкротом не хочется, единственный выход – потянуть время и деньги из других. Хотя вылезти из долговой ямы это, разумеется, не поможет. Компании-посредники в последнее время особенно активизировались, а мечам предлагают на погашение старого кредита взять новый, но на длительный срок и под более низкий процент. Журналисты сравнили, чем подобные продукты отличаются от банковского рефинансирования. Все просто – посредники берут за перекредитование проценты. Таким образом, общая переплата остается прежней, но формально кредитная ставка ниже. Правда, в отдельных случаях шанс снизить долговое время все-таки есть. Когда работает метод занять, чтобы отдать, и что советуют эксперты – ответы на шестой полосе «Омской правды». В Омском экспоцентре больше не будет выставок, ярмарок и форумов. Газета «Коммерческие вести» сообщает, что единственную в городе крупную выставочную площадку отдают под реализацию проекта Российской Православной Церкви. В экспоцентре откроют мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». По данным газеты, проект разработан Патриаршим Советом по культуре РПЦ и курируется администрацией президента. Первый такой парк открыли на территории ВДНХ в Москве. В ряде регионов для этого строят отдельные здания за счет местных бюджетов. В Вомской области таких ресурсов, конечно, нет. Областные чиновники предоставят под парк площадку, оборудование и концептуальные разработки оплатят организаторы проекта. Когда запустят Патриотический парк и почему правительство региона не видит большой проблемы в том, что крупнейшая выставочная площадка теперь всегда будет занята? Читайте в свежем номере коммерческих вестей. Мошенничество не стоит на месте. Новые схемы киберпреступников изучила газета «Четверг». На смену СМС с просьбой срочно перевести деньги якобы родственникам пришли более продвинутые аферы. Мошенники уходят в интернет и создают клоны официальных сайтов банков. Чтобы привлечь туда пользователей, киберграбители предлагают поучаствовать в игре. И хотя все знают, куда обычно приводят бесплатный сыр, приз «Миллион рублей» продолжает привлекать доверчивых амичей. Так, одна жительница региона попыталась сорвать куш. Но чтобы получить деньги, ей нужно было ввести данные своей карты на фальшивой странице банка. Что она и сделала. За счет это сразу исчезли 15 тысяч. Женщина подумала, что это какая-то ошибка, и снова повторила операцию. В итоге лишилась всего. Но это еще не самая хитрая схема. Мошенники научились устанавливать на банкоматы так называемые скиммеры. Устройство, способное считывать данные карты и пин-код. Какие еще схемы выдумывают аферисты, и как не попасться в их ловушку, читайте в газете «Четверг». Продолжение следует...